Всем привет! Вы на канале PUMS, с вами Пётр, и сегодня мы играем и читаем одновременно, потому что мы проходим книга-игра по мотивам произведения Лавкрафта «Зов Ктулху». Написал её Леонардо Пинто, у нас её локализовал Хобби Геймс. Всего в серии таких книг есть три на данный момент. Внимание! Не считайте страницы в обычном порядке. В конце каждой страницы даны варианты действия. Выберите действие, которое совершает ваш герой, и перейдите на соответствующую страницу. В книгах данной серии вы погружаетесь в мир, созданный Говардом Лавкрафтом и его последователями, и можете повстречать их зловещие творения. Как считаете, сумеете ли вы перехитрить создание самого мастера ужасов? Всё просто. Вам предстоит выбирать, куда двинуться дальше. От ваших решений будет зависеть финал. Может, вы приоткроете завесу тайны, а может, погибнете страшной смертью. Или закончите дни в больнице для душевнобольных. История в ваших руках. В конце каждой страницы вам даны варианты развития событий. Выберите подходящее для вас и узнаете, что ждёт на этой странице. Важно помнить, что пути назад нет, и злой урок нередко будет играть против вас. Ах да, что бы ни случилось, помните. Пханглуим, Главхенавх, Ктулху, Эрльхех, Вгахнахх, Вхатагн. Вступление. Суровая зима 1926 года застала вас в огромной библиотеке вашего дома в Бостоне, штат Массачусетс. Газеты сулили этой ночью снегопад. И стоя у окна в тени заполненных доверху книжных шкафов, вы уже видите за окном первой снежинки. Вас зовут Фрэнсис Вейланд Тёрстон. Вы работаете в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айланд. Но прямо сейчас вы наслаждаетесь рождественскими каникулами. Стук в дверь отвлекает вас. Входит домработница и протягивает только что доставленное письмо. Из него вы узнаёте печальную новость. Ваш двоюродный дед, почётный профессор Джордж Гэммил Энджел, найден мёртвым. Довольно известный и уважаемый многими историк и антрополог. До выхода в отставку он преподавал семитские языки в одном университете с вами. Ему было 92 года. Судя по письму, он умер при загадочных обстоятельствах. Похожий на матроса парень, появившийся внезапно со стороны побережья, столкнул его в воду, когда профессор покинул пароход и шёл по набережной. Врачи установили, что смерть наступила от инфаркта, а не от падения. Послание гласит, что вы единственный его наследник и душеприказчик, а потому вам нужно явиться завтра к нотариусу, который расскажет вам про наследство. Вы немедленно собираете вещи и готовитесь к отъезду. Следующим утром вы садитесь на поезд до Провиденса. Перейдите к странице 1. После похорон профессора Энджела вы возвращаетесь в свой Провиденский дом, куда вы перевезли все переданные вам вещи из архива умершего родственника. Перед вами стоит необычный сундук с загадочным содержимым. Гипсовый барельеф, рукопись из двух частей и стопка газетных вырезок. А также несколько бумаг с записями, сделанными, судя по всему, самим профессором. Все эти предметы весьма интригуют вашу любознательную натуру. Возможно, они как-то связаны с таинственной смертью двоюродного дедушки. Кто знает? Какой предмет вы изучите первым? У нас есть выбор. Если гипсовый барельеф переходит на такую-то страницу, если хотите прочесть рукопись на такой-то странице, и если вас заинтриговали газетные вырезки, на другую страницу. Так, я, пожалуй, газетные вырезки почитаю на странице 56. Вы рассматриваете множество вырезок из газет, среди которых, как вам кажется, можно найти даже статьи из изданий самых удаленных уголков земли. Кажется, в какой-то момент количество странных смертей и катастроф возросло, и ваш дядя пытался собрать как можно больше информации об этом. Ваше внимание привлекают следующие вырезки, которые повествуют о событиях с начала марта по начало апреля 1925 года. Новость о самоубийце в Лондоне, который проснулся среди ночи и вышел в окно жутким криком «Вхаткны». Репортаж из Калифорнии о теософском обществе, которые носят белые мантии и ожидают скорого великого воплощения своего боженства. Заметки о беспорядках в Индии и об участившихся шабашах вудуистов на Гаите, описание жуткого поведения дикарей на Филиппинах, сообщение о появлении крокодилов-альбиносов в канализации Нью-Йорка и, наконец, довольно обширная статья о Парижской выставке, закрывшейся после того, как художник некий Ордуа Бонно выставил картину «Ландшафт сновидения». Возможно, ключ к разгадке расследования профессора Энджела кроется в одном из этих происшествий, или все это лишь странная череда совпадений. Что можно сделать? Можно заглянуть в ящик со сбережений и прикинуть, какое из этих путешествий вам по карману. Можно вернуться обратно и изучить там странный берельеф или осмотреть рукописи профессора. Я в ящик с сбережениями, пожалуй, загляну. Хочу посмотреть, сколько денег для путешествия. Это страница 9. Выбрали ли вы, куда направиться? У вас есть неплохая сумма в сейфе. Однако ее наверняка не хватит, чтобы доехать до Индии или Африки. Вы решаете ограничить поиски Северной Америкой и, в крайнем случае, Европой. Что ж, если вы все обдумали, пришло время паковать чемоданы. Так, можно вернуться обратно, если еще не осмотрели другие вещи из сундука и хотите это сделать. Брельеф или рукопись. Или можно поехать в Сан-Франциско на поиски калифорнийского теософов. Или в Марсель, потом в Париж на весенний салон. Или еще вариант, отправиться в Лондон и собрать сведения о загадочном самоубийстве. Я, наверное, к рукописи вернусь на страницу 17. Рукопись состоит из двух стопок примерно равного размера, связанных бечевками. А заглавлены эти части одинаково. Безупречным почерком вашего двоюродного дедушки выведено. Культ Ктулху. Первый раздел носит подзаголовок. 1925. Сны и сновидения творения Г. Уилкокса. Томас Стрит, 7. Провиденс, штат Руд-Айленд. Второй заглавлен так. Доклад инспектора Джон Р. Леграс. Бьенвильд Стрит, 121. Новый Орлеан, штат Луизиана. На съезде АО в 1908 году. Примечание к ним и заявление профессора Уэбба. Какую часть будете читать первой? Или может пока отложите рукопись и выбрать другой предмет из сундука. Так, можно прочитать сны и сновидения, сведенческие творения Генри Уилккенса. Можно прочитать доклад инспектора Леграса. Или осмотреть брельеф, или вернуться к заметкам. Так, я, пожалуй, прочитаю доклад инспектора на странице 51. Вы решаете сосредоточиться на докладе инспектора Леграса, который оказывается весьма интересным. Инспектор описывает, как к нему попал каменный идол, похожий на изображение с брельефа. Леграс изъял идола в ноябре 1907 года во время рейда на болотах под Новым Орлеаном, где проводился некий ритуал. В 1908 году на ежегодном съезде Американского археологического общества в Сент-Луисе инспектор показал статуэтку ученым. Идол тут же оказался в центре внимания, но лишь профессор Уильям Ченнинг Уэб смог снабдить инспектор хоть какой-либо информацией, связав статуэтку с культом выродившегося в племени эскимосов Гренландии. Прочитав доклад целиком, вы собираете сведения и выясняете, что Леграс все еще жив и работает инспектором в Новом Орлеане, а сын профессора Уэбба в Англии продолжил исследование своего отца. Кого расспросим первым? То есть можно отправиться в Новый Орлеан к инспектору или поискать сына в Лондоне. Я, пожалуй, пока к инспектору сгоняю. Страница 86. Найти инспектора Леграса оказалось довольно легко. Его кабинет прокурен и погружен в зловещий полумрак. Попытка сбежать от новоорлеанской жары. Инспектор Джон Реймонд Леграс честный и приятный человек. Он сразу же соглашается с вашими подозрениями и проявляет интерес к расследованию, которое привело вас к нему. С собой вы принесли, завещанные профессором Эндженом, документы и с волнением показываете их. Черт возьми, так это опять вы, вскрикивает он. Прошу прощения, недоименно переспрашиваете вы. Разве мы встречались? Пожилой инспектор что-то бормочет себе под нос и снова садится в старое кресло. Простите, должно быть я обознался, говорит он, но все же откидывает, окидывает вас взглядом с головы до ног. Давайте расскажу вам историю. Вы смущены на его низкий вкратчивый голос и густой пряный дым табака завораживает вас. Вы готовы выслушать. Послушайте рассказ инспектора Леграсса на странице 67. Пару лет назад, когда все это началось, мне довелось встретиться с неким Густавом Йохансеном, норвежским моряком, который по случайности оказался на этом проклятом острове, Лхея. Я тогда вел дело о культе Ктулху и был почти одержим этим расследованием. Так вот, я узнал про этого Йохансена из доклада о прибытии сухогруза Виджеланд, который буксировал паровую яхту Эллард. И знаете что, мистер Терстон, этот парень мог бы рассказать вам истории куда интереснее, чем вы раскопаете в наших краях. Мы раскрыли много сект, проводившие ритуалы вуду. Но вы знаете эти южане. Но с тех пор в Новом Рыляне не было ни следа культа Ктулху. Вы глядите на инспектора так, что он воспринимает это как немой вопрос и почти сразу продолжает монолог. Поверьте, я ездил в Осло и нашел этого Йохансена. Когда мы встречались, он как раз начинал писать книгу о своем приключении. Я очень советую нанести ему визит. Уверяю вас, то, с чем этот человек столкнулся, прольет свет на вашу тайну. А здесь вы не найдете ничего интересного. С этими словами он встает и жмет вам руку. Вы выходите из его кабинета в полной растерянности. Но с адресом этого Йохансена в Осло. Есть варианты. Если решаете ехать в Норвегию, то отправляемся на страницу 89. Или можно еще раз прочитать доклад инспектора. Я поеду в Норвегию, пожалуй. Разговор с Леграссом направил ваше расследование на иной путь. Воудушевившись его неоконченным рассказом, вы тем же вечером садитесь на корабль, уходящий из Нового Орляна в Европу, в доке Гетеборга, откуда вам еще предстоит добираться до Осло. Но вы готовы рискнуть. Судно поднимает паруса до рассвета, и вы отправляетесь через Атлантику. Плавание тянется долго и скучно, но в итоге вы попадаете в Швецию, где пересаживаетесь, едете в столицу Норвегии, и в итоге оказываетесь на пороге дома Йохансена. Вы стучите, и дверь открывает женщина. Вы представляетесь, и она приглашает войти, явно обрадовавшись возможности рассказать кому-то о своих страхах. Густав, мой муж, умер при странных обстоятельствах. Она озирается, словно испугавшись, что кто-то может подслушать вас. Он шел по переулку у порта. Как вдруг с чердака на него упала груда старых газет, убив наповал. А его рукопись все еще у меня. Дрожащей рукой она отставляет чашку чая и протягивает вам толстую стопку бумаг, перевязанную бечевкой. Она явно искала возможности от них избавиться. Вы отправляетесь домой. Поездка была долгой, а результаты немного обескураживают. Но вполне возможно, что в рукописи есть хоть какие-то ответы. Зайдя на корабль, вы гадаете, какие ужасы может скрывать история, которую записал Йохансен в этих бумагах. Изучить рукопись Йохансена на странице 99. Вы возвращаетесь домой в Бостон, в свою уютную библиотеку. Из долгого путешествия в Осло вы привозите лишь потрепанную рукопись Густафа Йохансена, норвежского моряка, который, по словам Леграсса, побывал в Норхею два года назад. Профессор Энджел в этот момент только начинал расследование. Есть что-то зловещее и мрачное в этих перевязанных бечевках бумагах. Что-то, из-за чего вы до сих пор не решились приступить к чтению. Бедняка Йохансен умер странной смертью. Профессор Энджел тоже. Хотите ли вы и дальше идти по следу своего деда? И действительно ли этот культ Ктулху несет погибель? Или это просто суеверие? Так, но у меня есть выбор. Если вы готовы преодолеть страх и прочесть рукопись, откройте ее на странице 2. И если вы решили бросить ее в огонь и закончить расследование, разжигайте пламя на странице 11. Так, так как я фанат особняков безумия, я знаю, что не всегда хорошо читать такие рукописи. Я, пожалуй, попробую все это дело сжечь. Откроем страницу 11. Вас не покидает дурное предчувствие. Очевидно, что каждого, кто хоть немного приблизился к разгадке тайны культа Ктулху, ждала ужасная участь. И ваш двоюродный дед Энджел не стал исключением. Даже если сейчас вам удастся избежать гибели, кто знает, какое безумие ждет вас на этом пути. У вас приятная жизнь. Пускай и немного скучная, но другой вы бы и не хотели. Так что тем же вечером вы бросаете в огонь содержимое сундука, завещанного вам профессором Энджелом. И все собранные вами сведения. Уголком глаза вы замечаете в языках пламени неестественное движение. Словно бы уродливые чудовища начинают свою адскую пляску и чувствуете, как внутри у вас холодеет. Но вот оставают последние угли в камине, и вы удобно садитесь в любимое кресло, чтобы в тишине насладиться и уединением, и безопасностью. Вы предпочли не замечать, непознанно вы решили, что приключения – это, конечно, здорово. Но они не стоят потери рассудка. Вот такая у меня получилась история. Я уже второй раз, на самом деле, читаю эту книжку-игру. Если будет вдруг интересно это продолжить и попробовать поступить как-то иначе, пишите комментарии. Если наберется 10 и больше комментариев о том, что хотите увидеть другую концовку, я как-нибудь еще раз прочитаю эту книгу и пойду немножко другим путем. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока.